Reuters сообщает, что Путин готов прекратить боевые действия в Украине. Здесь речь не идет о подписании мирных соглашений, а просто о прекращении, фактически о заморозке. Но, конечно же, главным и ключевым условием вот эти четыре источника из окружения Путина называют, как это в России выражается, Лавров и Путин, реалии на земле. То есть, по большому счету, если говорить прямым языком, то Путин говорит, давайте, вот где война сейчас проходит, линия соприкосновения боевого, там заморозились, вот все, что я оккупировал, это мое. Естественно, обязательно сухопутный коридор, Донецкая часть, Донецкой, Луганской областей, естественно, часть Запорожской и Херсонской. Ну, вот это все мне остается. Как продать победу россиянам, конечно же, он знает, потому россиянин вообще не будет задавать вопрос, а в чем тут победа. То есть, Путин скажет, мы остановили НАТО, мы воевали против 50 стран, мы еще и земли отхапали, теперь Азовское море наше внутреннее море и так покашляет и похихикает, как гнусявый дед такой. Ну, и все, вот она победа. Россияне, а если кто-то там сильно захочет повозмущаться, а где же деноцификация, демилитаризация, борьба с ненавистным бандеровско-нацистским режимом, то есть с нами, со всеми. То он скажет, вот знаете что, мы их победили и так, все, мы сократили количество населения в Украине, теперь им никто не помогает, они разрушены и все, и мы большие молодцы. А если еще кто-то попробует задать вопрос, ну, то уже поедет там куда-то в район Сибири валить лес за такие глупые вопросы. Поэтому вот так. Но, вот мне кажется, что Ройтерс, который вдруг начал разговаривать с какими-то источниками, все эти источники сливы делают контролируемой. И вот там в этом материале есть одна фраза, ради которой, мне кажется, этот слив и производился. «Путин может воевать сколько угодно, но Путин также готов к прекращению огня, чтобы заморозить войну». То есть вот сказал один из собеседников Ройтерс. Так вот это ключевая фраза, ради которой этот слив производился. «Путин может воевать сколько угодно». Это иллюзия, которую и информационно-психологическая операция, которую Россия усиленно продает Западу. Мол, Путин может воевать сколько угодно, он может бесконечно воевать. Он не может воевать сколько угодно. Война – это огромные, огромные деньги. Экономика России и так перегрета. Да, спасают Россию, Китай, Индия. Но все-таки, посмотрите, «Газпром» ушел в убыток. Впервые за всю историю. То есть с газом большие проблемы. С нефтью небольшие проблемы, но скоро начнутся в том числе. Поэтому не все так прекрасно. У Путина и воевать сколько угодно он не может. Но важно продать это Западу. Смотрите, еще хотите, вот Путин будет сейчас сколько угодно воевать. Тут ведь, если мы посмотрим в динамике, в принципе, да, ситуация именно на поле боя, ну, не самая благоприятная. Россияне начали наступление в Харьковскую область. Сейчас в Сумы собираются наступать. Есть такой момент. Но давайте посмотрим на другие успехи и достижения. Полностью фактически очистилась акватория Черного моря от Черноморского флота Российской Федерации. Раз. Сейчас с поставками от АКМС в достаточном, мне кажется, количестве начались очень эффективные прилеты по уничтожению авиации Российской Федерации. Аэродромы в Крыму. Сейчас идет усиленная дискуссия такая прям очень высокого градуса по тому, чтобы разрешить Украине все-таки бить по территории России. То есть есть определенные подвижки, успехи, конечно же, нам не хватает и Ф-16, и обещанного, то, что обещали нам поставить. Все это большие проблемы. Есть. Но и Путин не может воевать бесконечно. Поэтому вот эта фраза, ради которой весь этот слив был организован, она очень характерна. Ну и Песков подтвердил, что глава Кремля неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу для достижения своих целей. И цинично заявил, что Россия якобы не хочет вечной войны. Видите, везде у официальных спикеров, у тех, кто организовывает сливы для Reuters, для других информагентств, везде проскакивает эта ипсошная фраза «вечная война». Может воевать сколько угодно, бесконечно может воевать. Обратите внимание сейчас на пророссийских политиков, правых, левых. Посмотрите на, я хотел сказать Фица, не, Фица там в ближайшее время много не будет говорить. Посмотрите на Орбана. Вот они все сейчас будут про вечную войну, бесконечно. Мы сами себя там загоняем, мы не можем бесконечно помогать Украине. То есть они сейчас эту фразу перевернут из бесконечной войны в бесконечную помощь для Украины. Обратите внимание, это их новый нарратив, новая ИПСО. И с назначением нового министра обороны Белоусова, некоторые западные, да и наши тоже аналитики сказали, что это вот, мол, перевод на военные рельсы для долгосрочного ведения войны, для продолжительной войны. То есть это большой минус для нас. Подхватили, кстати, это тоже многие фразу. Большой минус для нас. Он очень умный. Он сейчас там все в Министерстве обороны настроит. Он финансовый гений. Да какой бы ты не был гений финансовый, ты просто не сможешь сломать коррупционную гигантскую машину под названием Министерство обороны. Сейчас происходит несколько знаковых арестов, задержаний высокопоставленных военных. Это имитация борьбы с коррупцией. Это выбивание людей Шойгу, отстранение их от кормушки, но не лайтформа отстранения, а такая довольно жесткая, с арестом, со всеми делами. Белоусов, если вдруг у него что-то там переклинит в голове, и он захочет побороться с коррупцией в Минобороны, он это не сможет сделать по одной простой причине. Потому что вся Россия держится на коррупции. Весь путинский режим держится на коррупции. Коррупция это цемент просто российской элиты, российских властей, силовиков. Все воруют, все знают, что все воруют, все имеют папки друг на друга. И это гарантия. Так работает эта система. Ты не пойдешь никого сдавать, потому что там нет тех, кто не ворует. Если ты пойдешь сдавать, сдадут тебя, на тебя тоже есть. То есть это двигатель вообще в России, коррупция. Поэтому если вдруг Белоусов захочет побороть коррупцию в Минобороны, а я напомню, миллиарды, миллиарды долларов там, то его просто прихлопнут. Там такие деньги, что проще будет город взорвать с людьми, вместе с Белоусовым, чем побороть эти коррупционные схемы. Поэтому не нужно будет обольщаться, что белый воротничок придет сейчас и Минобороны заработает иначе. Так и будет работать, будут воровать, но будут имитировать, периодически подбрасывая там по одному-два генеральщика, может по ниже рангам пойманных за какими-то делишками темными. Потом их отстранят, немножко пожурят, и он где-то в другом месте всплывет. Поэтому все это имитация. Ну и есть еще один интересный момент. Путин неоднократно задает вопрос, сейчас и Пескову в том числе, о дополнительной так называемой частичной мобилизации в России, что Путину придется еще разок ее провести. Не объявить, а именно провести. Ну и конечно все открещиваются, да нет, нам это не нужно. Но в общем-то специалисты посчитали, что при таких темпах, особенно если Россия там широким фронтом задумает наступать на укреп районы, то придется им к концу этого года еще одну мобилизацию частичную проводить. А не хотелось бы, потому что когда прошлую проводили, ну опять же доверять Пескову или Путину, который говорит, в этом нет необходимости, мы знаем. Он уже говорил это, потом проводил. Почему не хотят отток возможен рабочей силы, работоспособного населения? После той мобилизации частичной много людей уехало. Сейчас тоже может быть вторая волна. Ну а тут все-таки проблема и с кадрами, и со всем остальным. Еще у Путина есть проблемка одна, которая имеет долгосрочную перспективу. Чем дольше затягивается война, тем больше вот этих... Уже получивших боевой опыт, раненых, подраненых, целых, по частям, как-то еще возвращается туда, обратно в Россию. То есть это такой конвейер. Повоевал, там отстрелили руку-ногу, взорвался, поехал обратно. И вот это все балласт экономический. Это все недовольная, быдлоидная, агрессивная, злобная масса. Она там будет пару-тройку месяцев бухать, может полгода, но потом проспится и начнет ходить орать, я за тебя кровь проливал, там и так далее, и так далее. И чем дольше затягивается война, тем больше биомассы этой обратно возвращается. Да, часть в пакетах, но часть все-таки и так, ножками. Может не всеми, но ножками. Поэтому это тоже будет проблема. И вот эта масса, она привыкла хорошо получать на войне деньги, а там она эти деньги хорошо получать не будет. То есть она прикормила свои семьи, которые уже сидят и ждут, когда же там на карточку капнет рублики, пока этот воюет. Еще лучше, если его там официально где-то под камеру дрона грохнет, тогда и гробовые вообще заживем, как говорится. Поэтому это тоже проблема в долгосрочной перспективе. Они сейчас там пытаются как-то... Приезжих отменили же эту норму. Отцов троих детей нельзя призывать. Знаете почему? Потому что мигранты, которые заезжают, у них, как правило, больше трех детей. То есть вот кого они, под кого эту норму убрали. Сейчас будут всех тащить, ну, если понадобится. Поэтому вот такая история. Ну и сам еще интересный момент. Самолет Януковича в момент визита Путина к Лукашенко. Путин, кстати, целую делегацию с собой возил, всех там, кого мог. Самолет Януковича приземлился в белорусском аэропорту. Януковичу, что он там делал и был ли вообще Янукович. Я нигде не нашел подтверждение, что он там был лично. Но вброс, репортер, по-моему, это издание, там часть белорусских пабликов написали, что он был и он присоединился к переговорам. Он, не знаю, не видел, но зачем самолет гоняли? А вот гоняли его под один простой вопрос, под одну простую фразу. То есть Путину во время этого визита, во время пресс-конференции задали один вопрос, что, ну, про легитимность Зеленского. И он сказал, что, собственно, он уже как бы нелегитимный, и надо понять, с кем и как нам нужно разговаривать. Ну вот для чего гоняли самолет Януковича. Мол, там уже нелегитимный, а у нас есть легитимный здесь. Вот он там, самолет, приземлился. То есть я не думаю, что Януковичу это вообще даром не нужно. Я думаю, что когда в 22-м году его потащили в Минск, ну, там же должны были его с помпой просто подвести к банковой, он должен был приземлиться, сказать, вот он, я вернулся, помахать ручкой и сказать, вот я теперь буду править всех силовиков под контроль, жесткие репрессии и так далее. Но что-то пошло не так. Я думаю, Януковичу он просто проклял тот момент, когда ему снова сказали вылезти на белый свет и давай-ка. Он уже там в Москве, брос бизнесами, вся эта сбежавшая тусовка за Харченко и все остальные, они уже там все нормально поделились с ФСБ, Камазы перераспределили в Арабских Эмиратах, купили все, что надо. Он уже жил себе нормальной пенсионной жизнью. И тут его решили вытащить и сказать, давай, снова будешь сейчас, снова в Украину, там тебя сейчас встретят нормально. Я думаю, конечно, он проклял все. И сейчас опять его деда, как говорится, из берлоги вытащили за ноги и говорят, давай. Он, скорее всего, прикинулся, что ему там плохо, у него что-то там приключилось с ним, как всегда. И пришлось отправлять просто самолет, погонять, чтобы показать, что вот Янукович сейчас тут и здесь присутствует. На самом деле, скорее всего, его там не было. Ну и каких-то резких заявлений по поводу ядерных учений не случилось. Это, с одной стороны, то есть все, о чем они договорились, Путин и Лукашенко, оно сейчас начнет происходить. Сейчас Лукашенко новые учения, он уже погнал на границу с Литвой проводить учения. Сейчас там новые какие-то витки агрессии будут. И Путин, конечно, заявит, то есть им нужно градус повышать. Учения, ну все как-то так, не сильно испугались, да. Ну я про Украину вообще молчу, Европа. Ну как-то, ну да, что-то Путин там показал какие-то ракеты. Ну и до свидания. Надо повышать. Поэтому начинаются провокации на границе. Поэтому появляется, исчезает проект по изменению от границ морских с Литвой и Финляндией. Поэтому на реке Нарва происходит конфликт. Российские пограничники украли демаркационные буи, которые границу по реке обозначают. Сейчас просят объяснить Соединенные Штаты, зачем это сделать. То есть не могут понять, вы это просто украли, потому что вы всегда крадете. Или тут какой-то умысел есть, вы хотите границу подвинуть. То есть начинаются вот эти моменты. Лукашенко, конечно, уже задолбался пугать. Он очень комично выглядит, когда пугает. Но придется, придется снова какую-то там страшилку показать. То есть я думаю, что сейчас вот у Путина будет визит в Северную Корею. Обратите внимание, цепочка визитов Путин в Китай, Путин к Лукашенко, Путин в Северную Корею. Сейчас они, все эти клуб диктаторов, страны, которые входят в клуб диктаторов, будут обострять обстановку по всему миру. Китай двухдневное учение вокруг Тайваня угрожает. Мы вам там сейчас покажем. Сейчас вот захват. Северная Корея, скорее всего аналитики говорят, активизируется, действительно там будет запускать ракеты опять в Желтое море или еще что-то делать. Ну вот такие будут акты неприкрытой агрессии проводить ближе к выборам в Соединенных Штатах. Чтобы показать, что ну по большому счету, хотя Путину ближе Байден, мне кажется, я буквально недавно абсолютно прекрасное видео посмотрел. Я, наверное, сделаю там потом как-то отдельную программу, где сенатор допрашивает фактически Антони Блинкина и говорит, послушайте, при Байдене Иран стал добывать 2 миллиона баррелей нефти продавать, а при Трампе 300 тысяч было. А что, что вам не хватало? У Трампа были какие-то другие инструменты, может быть, у его правительства? Нет. Примерно такую же статистику приводит 40 было кораблей у Ирана контрабандных, сейчас там их 200. Ну то есть мы же понимаем, что там и оружие и все что угодно возят. Ну, короче, что-то странное произошло за каденцию Байдена, хотя говорят, что там больше сам Обама имеет влияние. Что-то странное произошло, что диктаторы так расправили плечи. Обратили же вы внимание? Нагло абсолютно себя ведут, поэтому сейчас ждем серию провокаций различных. Сейчас ждем обострения, максимальный курс на устрашение Европы, диверсии, взрывы, все что хотите. Нарушение воздушного пространства, пересмотр границ, инциденты на границе. Если раньше мигранты просто палками бросали со стороны Беларуси камнями, не исключая, сейчас там где-то постреляют, где-то подожгут что-то. Ну, в общем, начинается. И это все ровно потому, что, простите, по щам никто не влупит этим взорвавшимся гопникам. Ну, они уже не гопники, то есть это уже просто деды, оборзевшие деды, которые в страхе держат весь мир по старой памяти. Ну, а весь мир, по-моему, готов держаться в страхе. Поэтому, но есть все-таки адекватные люди, которые начинают рассмотрение вопросов об ударах по территории России западным оружием. И, в принципе, в этом направлении продвижение есть. Поэтому вот так дедовья кодла и задергал. Итак, Ройтерс вышел с сенсационным заголовком «Путин готов к перемирию на нынешней линии фронта в Украине». При этом Ройтерс ссылается сразу на четыре российских высокопоставленных источника в политических и бизнес-кругах, которые, как написано в публикации Ройтерс, работали, либо работают в данный момент с российским диктатором. По словам собеседников Ройтерс, если Киев и Запад не ответят на предложение Путина, он готов продолжить войну столько, сколько это будет необходимо. При этом, как пишет Ройтерс, Путин якобы выразил разочарование ближайшей группе своих советников. Остается только понять, кто эти советники, Патрушев, Шойгу, кто эти люди, Кириенко, возможно. В том, что, по его мнению, Запад пытается, я здесь цитирую, сорвать эти мирные переговоры, а президент Украины Владимир Зеленский их вообще отвергает. Цитата. «Путин может воевать столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня, чтобы заморозить войну», заявил четвертый источник, высокопоставленный российский чиновник, обладающий знаниями о ситуации в Кремле. Путин считает, как пишет Ройтерс, что достигнутых успехов на поле боя уже достаточно для того, чтобы, в кавычках, продать эту победу российскому обывателю. Он понимает, что любое продвижение вперед на фронте будет стоить еще одной волны мобилизации, которую он проводить категорически не хочет. Также один из собеседников агентства Ройтерс утверждает, что объявленная в сентябре 2022 года мобилизация обрушила уровень популярности Путина в народе. При этом Песков в ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию заявил о том, что Путин всегда готов был к проведению переговоров и Россия не хочет вечной войны. Итак, к чему эта публикация, почему она появилась сейчас? Сейчас обращаю внимание на то, что это источники непосредственно в Кремле. Какие такие источники могут быть у агентства Ройтерс анонимные, сообщающие эту информацию сверхсекретную, как мы понимаем, не боясь при этом преследований со стороны ФСБ и Кремля? Ну, конечно же, это абсолютно очевидный контролируемый слив. Тем более, одно дело, если бы это был один чиновник, два чиновника, зависимо друг от друга, а тут сразу четыре чиновника из государственных и бизнес-кругов. И это все напоминает намеренный слив накануне швейцарского саммита мира. А тут еще и второе событие происходит, которое я уже анонсировал. Китай и Бразилия предложили провести отдельную от швейцарской конференции по заключению мира в Украине. Соответствующее решение, как об этом пишет Блумберг, прошло после состоявшегося в четверг в Пекине встречи министра иностранных дел Китая Ван Ии и главного советника бразильского президента Луиса Инасио Лула да Силвы Сельсо Амаримы. То есть, он проводил министр иностранных дел Китая не по протоколу, встречу не со своим бразильским визави, а, ну, по сути, будем говорить, это советник по вопросам национальной безопасности. Это типа уровня Джейка Салливана в США, то есть, уже здесь нарушение протокола. Тем не менее, в совместном заявлении говорится о том, что Китай и Бразилия поддерживают проведение в подходящее время международной мирной конференции. Смотрите, как они говорят, международной мирной конференции, то есть, это конференция, конкретно которая нацелена на заключение мира, которая будет здесь вот ключевая признана как Россией, так и Украиной с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов. Швейцарская конференция, саммит мира, напомню, пройдет 16 июня, и в ней примет участие, как минимум, десятков стран. Приглашение разослали 160 странам. Из стран-участниц БРИКС, куда входит Россия, куда входит, в том числе, Китай, входит и входит Бразилия, уже Индия заявила устами премьер-министра Нарендер Молли о том, что Индия поедет на саммит в Швейцарии. Более того, она будет присутствовать на высшем уровне. Кстати, Байден из-за загруженности, он занимается фандрайзингом, то есть, сбором средств по президентской кампании, не поедет, хотя понижение уровня, честно говоря, со стороны Соединенных Штатов, говорит в первую очередь о том, что американцы, это сигнал, что американцы не ожидают какого-то сверхрезультата. То есть, прорыва на этом швейцарском саммите мира американская администрация не ожидает. Здесь я ставлю так три точки, скажем так. Нам сейчас продают две истории. С одной стороны, Путин готов к перемирию, заморозке войны, причем здесь и сейчас. Почему здесь и сейчас? И параллельно нам говорят о том, что смотрите, тут в Беларуси поменялся начальник Генштаба, пришел близкий к Москве и параллельно начинает впихивать историю о том, что Беларуси готова вступить в войну. То есть, откуда готовилось нападение операции номер два. Все это говорит нам в первую очередь о том, что Путин сейчас будет активно вкручивать и продавать всем историю о том, что если вы сейчас прямо здесь на данный момент с нами не договариваетесь. А вот Орбан говорит, что с другой стороны, что Россия, если бы она была слишком сильной, чтобы победить, она бы уже это сделала. Неожиданное заявление со стороны путинского фаната, назовем так, совершенно более чем неожиданного. Раньше он всегда говорил о том, что Украина выиграть не может. Он сказал, что Россия не сможет напасть на НАТО. Опасения об этом безосновательны, поскольку третий год войны в Украине продемонстрировал пределы возможностей России. Он сказал, что российские военные ведут тяжелую и серьезную войну с украинцами. Если бы они были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним маханом, они бы уже это сделали. Тоже заявление немножко не в попад. Все это говорит о том, что Путин готовит сейчас активно почву к мирным переговорам, а его уже анонсировали кто? Упомянутые, упомянутые, как я сказал, ранее Бразилия и Китай. Дескать, вы можете проводить свою конференцию по Швейцарии. Как я уже сказал, администрация Байдена не верит в перспективы. То есть это тоже сигнал. То есть конференция в Швейцарии проходит, но очевидно уже на старте мы видим, что ожиданий от нее высоких нет. Если Китай и Бразилия за это время организовывают свою конференцию, возможно в июне, возможно она пройдет позже. Вот это та возможность, которая нам уже сигнализирует Путин. Давайте замораживать войну здесь и сейчас. Это говорит в первую очередь о том, что Путин не собирается заканчивать войну, он хочет ее заморозить. То есть заморозка войны, она как замораживается, так и размораживается в любой момент. Нет, это не стабильный мир, это не мир, который заключен на международных гарантиях безопасности. Это всего лишь заморозка на то время, когда Путину необходимо провести перевооружение и провести необходимую мобилизацию. Ту самую ограниченную, да пусть не общую мобилизацию, но ограниченную. То есть это попытка введения в заблуждение для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы переподготовиться, договориться с Китаем о получении дополнительных типов вооружений. Кстати, о готовности Китая напасть на Тайвань накануне кричали просто тайваньские СМИ, не только некоторые независимые. Об этом я запишу отдельный ролик. Вот эти крупнейшие учения, которые прошли блокада острова Тайвань со всех сторон, с тем, чтобы правительство Тайваня не смогло сбежать. И чтобы и не западные союзники, в первую очередь США, не могли предоставить помощь, отправить свои резервы, отправить свои транспорты с помощью на Тайвань. То есть это все происходит одномоментно, в один момент. Одним словом, идут серьезные угрозы безопасности. Причем вброс идет уже даже о том, что Китай может напасть на Тайвань уже в июне месяце. Вчера такая информация появилась на одном влиятельном телеграм-канале, который освещает как раз-таки вот это тайваньское, китайское противостояние. Одним словом, все ускоряется, все начинает идти еще быстрее. И все это говорит нам о том, что заморозка войны, которую предлагает Путин, она активно будет продвигаться его союзниками. Закончится ли это конкретным результатом, произойдет ли это заморозка на путинских условиях, большие сомнения есть в этом. Пока для этого основания не вижу, но, как говорится, предложение сделано. Послушаем, что сейчас заявят наши европейские, не только европейские союзники на это предложение. Продолжение следует...